Ошибки начинающих предпринимателей Первая ошибка – это один основатель Вы никогда не замечали, как малоуспешных бизнесов были основаны одним человеком Даже компании, которые, как вы полагали, имеют одного основателя, подобного Oracle, на деле обычно начинались большим числом участников Вряд ли это по совпадению Что плохого в одном основателе? Часто это свидетельствует об отсутствии доверия Возможно, основатель не предполагал никому из друзей начать бизнес совместно А это тревожный сигнал Поскольку друзья – это те, кто знают вас лучше всего И даже если друзья предприниматели ошиблись, а идея бизнеса была действительно стоящая Все равно основатель оказывается в невыгодном позиции Начало бизнеса – слишком тяжелое испытание для одного человека Вам нужны партнеры для совместной генерации идей Для удержания от принятия ошибочных решений, чтобы поддержать в трудную минуту Причем последнее, быть может, важнее всего Низкие старты бывают настолько низкие, что мало кто вынесет их в одиночестве Когда у бизнеса несколько основателей, в трудную минуту они объединяют волю и усилию, чтобы выстоять, несмотря ни на что Каждый думает – я не могу подвести остальных Активируя одну из самых мощных сил в человеческом природе Один человек на такое не способен Вторая ошибка – это плохое местоположение Инновационные бизнесы выживают в определенных местах Так, Силиконовая долина в Америке доминирует по числу успешных стартапов над остальными территориями Почему в одних городах новый бизнес выживает лучше, чем в других? Очевидно, что связано с концентрацией сходных бизнесов, поддержкой отрасли государством Большим числом людей, сочувствующих тому, что вы делаете Кто знает, какие еще факторы определяли значительное превышение доли успешных запусков бизнеса Надушное усиление, силиконовое долине по сравнению с другими местами Но это факт Окрайная ниша – ошибка Большинство групп предпринимателей выбирают для бизнеса крайные ниши Чтобы избежать с прямой конкуренцией Если вы наблюдали за маленькими детьми, играющими в спортивную игру То замечали, что младшие определенного возраста дети боятся мечта Меча Как только мяч летит в двух сторон, они эффективно сторонятся его Выбор окраинного маргинального проекта сродни поведению маленьких детей на спортивной площадке Если вы умеете что-то делать хорошо, вы уже не будете столкнуться с конкуренцией И надо принять этот факт Вы можете избежать конкуренции, только избегая хорошей идеи бизнеса Скорее всего, искусственное занижение своих притязаний является больше инсективным движением Чем осознанным выбором в пользу безопасности Ваше подсознание просто не позволяет вам думать о великих идеях Чтобы не дать вам вовлечь себя в рискованный высококонкурентный бизнес Четвертое Производные идеи Большинство предложений, исходящих от новой компании Всего лишь имитация других, более успешных компаний Они повторяют те же идеи и предложения, не улучшая их Если вы обратите внимание на успешные проекты, то заметите Что ни один из них не является повторением существующего бизнеса Где эти предприниматели находили идеи? Обычно в фокусировке на решении конкретной проблемы Лучше всего той, которая затрагивает вас лично Apple возникла потому, что Степь Возняк хотел компьютер Google, потому что Лэри и Сергей не могли быстро находить нужную информацию CodeMail, потому что Сабира Батя и Джек Смит не могли обмениваться электронной почтой на работе Не ищите компании, которые нашли удачное решение проблемы Ищите проблемы и представляйте, какой должна быть компания, решающая их На что люди жалуются? Что бы вы хотели для себя? Пятая ошибка – это упрямство В некоторых областях путь к успеху заключается в наличии четкого видения цели И неуклонного движения к ней, независимо от того, с какими задержками вы к ней идете Начинающие бизнесмены не относятся к этой категории Следование за видением цели сродни Олимпийским играм У которых есть конкретная цель – золотая медаль Начинающие бизнес сродни науке следопыта Ищущего следы и продвигающего по ним Так что не будьте слишком привязаны к первоначальному плану Вполне возможно, но он неверен Самые успешные бизнесы в финале оказывались совсем не похожими на первоначальный замыск Вы должны быть готовы увидеть хорошую идею, когда она появится И самое трудное в этом – отказаться от вашей первоначальной идеи Неоткрытость с новым идеям должна быть правильной Смена курса каждую неделю не менее фатальна для начинающего бизнеса Необходимо всегда проверять себя Представляет ли новая идея некоторую прогрессию Если в каждой новой идее вы способны использовать большинство наработанных ранее знаний и идей То очевидно, что вы не на верном пути Если же начинать приходится с нуля, это плохой знак К счастью, есть те, кто может дать вам хороший совет Ваша целевая аудитория – клиенты или пользователи Если новое направление кажется им захватывающим, а доработки интересными, значит вы на правильном пути Шестое ошибка Найм плохих программистов Многие развившиеся в 90-е годы бизнесы рухнули из-за плохих программистов Бизнесмен не может оценить профессионализм программиста Лучшие из них работу не ищут и не хотят воплощать чужие идеи Как же выбирать хороших программистов, если вы сам им не являетесь? В этом вопросе нет ответа Можно было бы посоветовать обратиться к хорошему специалисту, чтобы он помог вам отобрать отводников Но как вы сможете узнать, насколько специалист хорош сам? Седьмая ошибка Выбор неверной платформы Связанная с предыдущим пунктом проблемы, как правило, плохие программисты выбирают неверную платформу Весьма ошибка Затягивание запуска Компании любого размера имеют трудности с созданием и запуском программного обеспечения Это свойственно среде Работа, кажется, выполнена всегда на 85% И бизнесмены постоянно затягивают вывод продукта Оправдывая все необходимости тестирования и доработок Проблема в том, что когда работа будет выполнена на 100% Будет ли это все еще актуально для пользователей Девятая ошибка Слишком ранний запуск Проблема слишком раннего запуска в том, что Поставляя сырой материал публики, вы разрушаете свою репутацию Итак, какой минимум нужен для запуска Предлагаю подумать над задачей в целом И лучшие следы, которые полезны самому по себе Органично впишется в завершенный проект Начинаете работу создания той части задания Которая сможет быть полезна сама по себе Тогда даже завершенная программа сможет быть реально полезной пользователем Десятая ошибка Отсутствие конкретного образа пользователя, клиента Вы не можете создать продукт, не имея представления о том, кто именно будет им пользоваться Более того, ваша задача найти несколько представителей будущей целевой аудитории Изучить их мнение относительно продукта Одиннадцатая ошибка Вложение в недостаточное количество денег Успех большинства проектов зависит от финансирования Все они имеют некоторый запланированный срок запуска В течение которого бизнес будет набирать обороты И готовится к взлету Если у вас есть идея и образец У вас же задача убедить инвесторов Вложить как можно больше денег в этот проект Я советую новичкам, в случае финансирования Стараться на первом этапе ничего не тратить Поставить своей единственной целью создать способный, опытный образец Так вы будете максимально гибкий и готовы к новым обстоятельствам Одиннадцатая ошибка Слишком большие расходы Сложно провести грань между недостатком инвестирования и слишком большими расходами Основной способ спалить деньги Нанимать слишком много людей Можно дать три главных совета в этом направлении Нанимать, если можно обойтись Второе Стремиться расплачиваться акциями, не деньгами Третье Нанимать только тех, кто может или писать программы, или привлекать новых клиентов Это главное, в чем вы нуждаетесь на данном этапе Тринадцатое Слишком большой доход Очевидно, что недостаток денег может убить начинающий бизнес Но как может навредить их избыток? Проблемы не столько в самих деньгах, сколько в переменах с опутствующими Инвесторы, которые вложили в вас деньги Они позволят просто положить прибыль в банк Они захотят пустить деньги в развитие Офис переедет в более престижный район Будут наняты новые люди И созданы филиалы Теперь наемных служащих будет намного больше Основателей Они не будут так преданы компании Им надо будет объяснять, что делать Чем больше компания Тем тяжелее менять курс Что произойдет, если вы осознаете необходимость перемен? Большинство ваших сотрудников останется с ближайшими видениями Другая проблема – время Чем больше денег, тем больше требуется времени для их приумножения Как только суммы перевалят за миллионы, инвесторы становятся очень осторожными Вам придется проводить все время в бесконечных совещаниях с инвесторами Вместо того, чтобы заниматься новыми проектами Четырнадцатая ошибка Плохое управление инвесторами Как основатели вы должны управлять инвесторами? Вы, конечно, должны прислушиваться к их мнению Но нельзя позволять им управлять компанией Если они настолько хорошо знают, что делать Почему они сами не запускают новый бизнес? Насколько сильно вы зависите от инвестора? Определяется ваша доля в компании Пока все идет гладко, они могут вам не мешать Но в бизнесе не всегда все складывается хорошо Слишком много успешных проектов потопили сами инвесторы Наверное, самый яркий пример Фатальное для корпорации Apple решение Совета дикторов уволить Сива Джобса Пятнадцатая ошибка Жертвование пользователям в угоду предполагаемой прибыли Как уже говорилось, если вы создадите то, что пользоваться необходимо Все будет отлично Не стоит фокусироваться на том, как заработать А создать что-то, что будет востребовано потребителям, намного труднее Решите первую задачу и потом думайте, как на этом заработать Шенадцатая ошибка Нежелание запачкать руки Почти все программисты мечтают заняться только разработкой программного кода Оставляя другим грязную работу, зарабатывание денег Управлять бизнесом Большинство предпочло бы разрабатывать идеи Но никто не поверит просто в идею Пока вы не покажете готовый продукт или разработку Если вы хотите привлечь клиентов, вставайте за компьютеры и попытайтесь убедить их сами Так у вас окажется намного больше шансов на успех Семнадцатая Разногласия между основателями Разногласия между основателями – это довольно обычное явление Выход одного из владельцев бизнеса не всегда приводит к его краху И все же большинство будущих споров между основателями можно было бы избежать Если бы они внимательно подходили к выбору партнера в начале Большинство споров возникает не из-за ситуации, а из-за самих людей И очевидно, в начале владельцы подавили внутреннее сопротивление сотрудничеству Поэтому никогда не начинайте бизнес тем, кто вам неприятен Даже если он имеет столь необходимый вам навык Люди – самый важный компонент начинающего бизнеса И поэтому не идите на компромиссы Еще одна ошибка – недостаточное усилие Недостаточное усилие – это, наверное, самая главная ошибка начинающего бизнеса О котором мы даже не узнали, поскольку два парня, которые их придумали Занимались подготовкой проекта после трудового дня И в итоге забросили на начинание Если вы хотите избежать неудачи Главное, что вы должны сделать – отказаться от другой работы Если вы уделяете подготовке нового проекта недостаточного внимания И продолжаете работать еще где-то Вы, вероятно, в глубине души сомневаетесь в успешности проекта Большинство новых проектов, которые могли бы стать успешными Никогда не будут осуществлены Только потому, что основатели приложили недостаточные усилия для их реализации Именно максимальной интенсивности усилий и кроется главный секрет успеха